Господи, Сил, с нами будем, и таково разве Тебе, помощник от скорбых нерима мы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности мира о Духе Святом. Доброго всем дня и хорошего настроения. Светильник для тела есть око. Если око Твое будет светло, то все тело будет чисто. Если око Твое будет темно, то все тело будет скверно. Говорит Господь о нашем внутреннем устроении. Оком Души является наш ум. То, чем Душа смотрит в этот мир. Душа смотрит посредством нашего ума. Как известно, кривое око на все криво смотрит. Чем поправить наше кривое око? Это же беда, когда мы видим человека и начинаем его осуждать, начинаем проявлять к нему какую-то недоброжелательность. На самом деле это ведь дело не в человеке, а внутреннее наше. Кривое око, кривой ум выправляется верными, истинными, правильными понятиями, чтением Священного Писания и Святых Отцов. Сейчас у современных христиан появилась такая нехорошая тенденция. Мы разучились читать книги. Потому что есть гаджет, есть постоянные какие-то рассылочки, постоянные кусочки, отрывки, ссылки, статьи. И может возникнуть такая иллюзия духовной жизни, духовного чтения, когда мы ходим по разным сайтам, здесь нашли что-то, здесь нашли. И это получается вроде как чтение, но нет системы, нет порядка. Есть такое понятие, как правильное питание. Но организм, он очень стройная машина, механизм, организация. И если о нем заботиться, то он будет хорошо, качественно работать, выполнять свои функции. И в нормальном состоянии мы должны вовремя получать энергию через пищу, вовремя ее расходовать. Завтрак, обед, полдник, ужин. Желательно, чтобы 3-4 часа между приемом пищи было, ну и как-то к меру соблюдать. Качество продуктов, об этом стараться тоже не забывать. Но если у человека постоянные перекусы, если питание сбивчивое, если пища некачественная или недобрая, то у человека постоянно то изжога, то гастрит, то, в общем, какие-то серьезные сбои. В духовной жизни то же самое. То есть должно быть систематическое качественное питание. Для этого духовная литература в виде определенных трудов одного или нескольких святых всегда должна быть настольной книгой. не просто кусочками, не просто хватать в одном и другом месте, а взять и по какому-то порядку, например, душеполезные поучения Авы Дорофея. Они же составлены по принципу, с чего начинается, как продолжается, какие страсти в каком порядке исцеляются. Или святитель Феофан, что есть духовная жизнь и как на нее настроиться. Или Иоанн Лествичник начинается с первой ступеньки и до тридцатой восхождения. И ступеньки же не перепрыгнуть. Сначала чревоугодие побеждается, потом плотская страсть, потом сребролюбие, потом гнев. И каждая из них, это как звенья одной цепи, они взаимосвязаны. Нельзя перепрыгнуть на другую страсть, прежде чем не справишься с предыдущей. И духовная жизнь, она требует, как всякая наука, грамотности, четкости, ясности и систематичности. Такое последовательное движение по лестнице добродетелей. Заповеди блаженства, они же тоже не хаотичны, не просто набросаны. Чтобы радуйтесь и веселитесь, нужно сначала нищие духом встать на эту ступеньку и как-то ее освоить. Духовное чтение. Книга должна быть обязательно в постоянном пользовании у христианина. Христианин без книги как-то даже и не представляется. Ну, внимательный. Понятно, что разные бывают обстоятельства, но все-таки, если мы пользуемся электронными средствами, пусть там у нас будет электронная библиотека, и мы все-таки не кусочничаем, а правильно питаем свою душу. Помогай нам всем, Господь! Господь и сил, помилуй нас!